Привет! Данный смартфон был в моем личном использовании Meizu X8. Я уже успел сделать некоторые выводы. И да, устал ждать обновления прошивки, а компания Meizu разочаровала своим подходом к потребителям в плане ПО. Ну ладно, давайте по порядку. Полный обзор по чесноку о плюсах и минусах. Поехали! Когда я получил данный гаджет, я был приятно удивлен его внешним видом. Тонкие рамки, современный дизайн, небольшая монобровь, которая реально не мешает, особенно если ее скрыть. Играть приятно, смотреть видео приятно, взаимодействовать с дисплеем тоже. Хорошая олеофобка, 2.5D скругление. Когда пользуешься, не перестают радовать эти небольшие рамки. Чувствуется, что это современный гаджет. Рамка металлическая, кнопки управления нажимаются приятно и не громко. У нас USB Type-C, симметричные рамки под динамики микрофон на нижнем торце. Но вот по поводу задника возникли некоторые сомнения. И да, это не стекло. Это замаскированный под стекло пластик. Я даже в видеоразборке видел, где крышку сняли и гнут. Так что на материалах корпуса задней крышки тут сэкономили. Если носить без чехла, царапины будут появляться на ура. Так что чехол в помощь. Мне продавец положил такой обычный прозрачный силикон. Также и стекло при желании можно защитить пленкой, например. Тут оно не очень устойчивое к царапинам. Задняя камера выступает совсем незначительно. Если в чехле точно не поцарапается об стол. И несомненно плюс, что есть вход по 3-5 миниджек. Проходит наконец этот тренд. По-моему не прижился и почему-то я не удивлен. Кстати, как и большая монобровь. Сейчас или каплевидный выступ, или вот такой небольшой. В комплекте у нас зарядник, который я проверял в деле. Кабель, скрепка, инструкция. И да, быстрая зарядка работает отлично. Но об этом чуть позже. Кому интересно, можно посмотреть распаковку с комплектом. Я уже это делал. Вот подсказка в верхнем правом углу. Дисплей. Что можно сказать о его качестве? Он на 6,2 дюйма. IPS. 18,5 к 9. Занимает целых 89,6% фронтальной поверхности. И для достаточно миниатюрного корпуса высотой 151,2 мм. Он большой. К яркости претензий нет. На улице все отлично. И в темное время суток тоже нормально. Под углами обзор хороший, цвета естественны. Нет такой ядрености, как даже на некоторых IPS. Так что кому-то может хватать насыщенности, а кому-то маловато будет. Мне же в самый раз. Процессор. Вот его реальный козырь. Интерфейс не тормозит. Все летает. Пользоваться очень комфортно. Реально производительный процессор. И практически не греется. 10 нанометров. Смартфон очень отзывчив. Я успел хорошенько поиграть на данном гаджете. И причем в разные игры. Практически во все можно играть на максимальных и ультра настройках. Папк точно без проблем на высоких. Танки тоже если не включать анизотропную фильтрацию. Можно играть на максимальных настройках. И лишь изредка бывают незначительные просадки. Если много всего и сразу во время боя. Но я нашел игру, которая заставила тормозить данный процессор. Это игрушка Leggings. Получал просадки FPS и подлагивание. Все остальное, что пробовал, идет очень хорошо. Потому его можно считать игровым. Ну а теперь к веселому. О чем я говорил в самом начале. ПО тут страдает. Например, задал я разблокировку по отпечатку пальца. Работает все хорошо. Перед этим ввел в пароль из цифер. Разблокируется довольно быстро. Хоть я видел и быстрее. Но это уже особенность оболочки. Потом я решил добавить разблокировку лицом. Добавил. Телефон меня узнает. Но чтобы разблокировать его полностью. Мне нужно провести по экрану. А потом еще и вводить пароль из цифер. Так мало того. Теперь и при использовании отпечатка. Мне тоже нужно ввести пароль из цифер. Дальше. Видим, что тут есть управление жестами. Оно работает некорректно. Например, в игре или другом приложении. Невозможно открыть запущенные приложения. И блин, свернуть эту игру без выхода из нее. Задумка очень хорошая. А вот реализация. Эх, Meizu. Пользуюсь кнопкой MBag. Потому что эти топорные стандартные кнопки мне вообще не нравятся. Так что управление жестами тоже в мусорку пока что. Ну и Google Play. Это глобальная версия. И понятно, что тут из коробки есть все сервисы Google Play. Но как-то криво все работает. Я обращался на форум, где сидят владельцы Meizu X8. И я выяснил, что не один такой. Но при этом у некоторых все нормально устанавливается. А у некоторых вот такая фигня, как у меня. Мол, ваше устройство не поддерживает. Бла-бла-бла. А нахрена же мне тут Snapdragon 710 по-вашему? Чтобы смотреть на него? Но я заметил, что некоторые приложения, что нельзя установить из Google Play, можно ставить из других источников. Хотя если поставить игру танки из родного App Store, она просто не запустится. И не ясно почему. Ясно одно, что нужно ждать обновления. Но сколько ждать, неизвестно. И вот что выдает мне смартфон, когда я пытаюсь проверить обновление. А вот уведомления из приложений приходят корректно в моем случае. Для этого, конечно, нужно дать все разрешения в настройках. Все датчики работают корректно. А вот GPS почему-то очень долго не подключался. Даже возле окна. Опять прошивка. Ведь на Snapdragon'ах с ним обычно нет проблем. Но не в этом случае. Потому как навигатор я рекомендовать его вам не могу. Wi-Fi хорошо, что Dual Band. А вот с LTE на глобалке точно не будет проблем. NFC нет, и это печально. Пора бы уже лепить его хотя бы в среднебюджетнике. Звук. Из внешнего динамика он не тихий и не самый громкий. Обычный нормальный звук. Немало и немного. Думаю, хватит всем, но объема хотелось бы немножко больше. Во время разговора слышно отлично, и меня тоже слышат хорошо. Звук из наушников по громкости достаточный в маленьких затычках. Более высокоомные раскачивает уже недостаточно. По качеству неплохо, но возможность подкорректировать почастотно не нашел. Ну вот и добрались до камер. По первому впечатлению, фото неплохие, вполне при хорошем освещении. Апертура тут f1.9. Динамический диапазон тоже хороший. Детализация тоже в норме. А вот в среднем освещении уже видны шумы. Картинка остается слегка пластилиновой. Режим бэкэ порадовал. Фото получается красивое. Правда, регулировать его уровень уже после съемки нельзя. В целом, для этой ценовой категории основная камера в норме. Фронталка же полный отстой за эти деньги. Здесь заявлены 20 мегапикселей. Но даже в хорошем освещении сплошное мыло и искажение цветов. Видел в более дешевых решениях фронталку гораздо лучше. А если освещение ближе к вечеру, то почему-то получается нехилый пересвет на лицах. Вроде бы это сфотографировано ярким днем. В общем, непонятно, а вернее, недопилено в данном случае. Пример съемки видео на камеру смартфона Meizu X8. Full HD 30 кадров. Кстати, 4К тоже поддерживает. Но так как вы смотрите Full HD, то и снимаю я тоже Full HD. В общем, стабилизации нет. Как вы понимаете, сейчас я стараюсь плавно вести, чтобы не было никакой тряски, чтобы вы могли оценить качество. Экспозиция, в принципе, не скачет. При хорошем освещении, я думаю, что качество вполне неплохое. Но при условии, если не будет тряски. Потому что если на ходу, например, я буду снимать, то получается вот такая вот картина. Так что нужно учитывать данный момент. Ну и звук вы тоже можете слышать. Тест съемки видео, недостатки освещения. Сейчас на улице совсем темно, светят фонари. Небо темнее, чем я вижу здесь. Он пытается вытянуть. И у него это плохо получается, потому что много шумов я вижу. Посмотрим вниз. Вот такое у нас качество. В принципе, более-менее нормально, если есть свет. Но шумы есть, как вы заметили. Даже больше, чем нужно есть шумом. И по батарее. 3210 мА. Казалось бы, немного, но у нас тут 10-нанометровый техпроцесс. И смартфон практически не греется даже под нагрузкой. Потребляет меньше энергии. Это, конечно же, позитивно сказывается на автономности. На день мне хватает точно. Хоть, казалось бы, батарея не очень емкая. Во время игры теряет 10% заряда за 30 минут. При просмотре видео на 7%. Радует быстрая зарядка. За 15 минут ровно на 25% заряжается. А за 30 минут на 50. За час на 88. Как видим, чем больше заряд, тем медленнее он идет дальше. Все как и должно быть. До 100% заряжается примерно за час 25. Что в целом я могу сказать. Сейчас я смотрю, цены на него не очень радуют. В среднем 260 долларов. Ссылку я оставлю в описании. Может, когда вы смотрите, уже меньше. Я же брал его на старте продаж за 222 доллара с доставкой. Учитывая все вышеперечисленные факторы с прошивкой, камерой, я делаю вывод, что он не стоит своих денег на момент создания данного видео. И данный девайс не оправдал моего оптимистичного настроя. Но это ведь не дешевый смартфон и с неплохим потенциалом. Красивый, с современным дизайном, хотя и с пластиковой крышкой. Но по сути, Meizu выкатили на рынок совсем сырой продукт. И просят за него нехилую сумму. Я думаю, на рынке есть альтернативные решения. Но все же, если подлампичат прошивку, лично я буду рад. И где-то за 200-250 долларов это будет то, что нужно. Пишите в комментах, что вы думаете о данном гаджете. И может на момент, когда вы смотрите данный видос, уже исправили прошивку и можно брать. С вами был Андрей, канал Smart Plus. Подписывайтесь, ведь тут только честные обзоры. Всем пока, друзья!